здравствуйте здравствуйте я тут петр викторович я могу услышать дней 3 викторовича да мы звоним по поводу зои васильевны это супруга ваша что она сделала так это супруга хорошо подскажите дополнительные номера для связи с ней нет номеров она что без телефона хорошо в таком случае беспокоит вас холм кредит банк юридические дела мы звоним по поводу задолженности вашей супруги по наличному кредиту 350 по наличному кредиту 300 наличные то когда наличными выдает в банке есть потребительских примеру счет приобретает товар кредит а есть когда человек просто наличные берет банки 351 1903 рубля и 65 копеек это сумма долга 638 дней период просроченной задолженность что что да нет нет не выплатили крайний срок для оплаты завтра сколько убрали на сто восемьдесят семь тысяч 151 рубля под подказанного сама кредита права сейчас вам скажу но в принципе вы это должны помнить я не помню я не знаю я на кредите откуда я часто вам скажу точно годовую процентную ставку пятьдесят четыре целых девять десятых процентов пятьдесят четыре на тебе да вы чего это пятьдесят четыре процента никакой банк ну как-то никакой да такая процентная ставка давала деревянкин петр викторович меня зовут номер регистрации по которому можете звонить клиенту позвоните в банк или обратил от его нет я не уважаем это я вам звоню дмитрий викторович я вам звоните вопрос задаю я выдал а не выгодить его нет я вам не обязан ничего указывать вам за нужно пожалуйста не обязан как это не просто задаю я ну вот так это не ходит на обязательство а мы мы знаем даже в законе до вам вопрос задавать не должны но не такого характера и кого-то нужно пожалуйста ну так вы так как голод начинаете чувствами я вам чем-то вы и что вы считаете вам уже который день занята вы все считаете надо не считать а уже платить понимаете деньги нужно платить проценты надо было считать когда ваша супруга кредит брала понимать я вам ничего не а так как вы признали что вы уклоняетесь от оплаты я ничего не буду вам платить так как вы признались что вы уклоняете заплаты это уже будет уголовное дело окна монет от руководок я да вам не головная так я полиму как супруг вы несете солидарную ответственность по кредитам не забывайте пожалуйста что нет вы заблуждаете семейный кодекс почитайте статья 34 статья 39 статья 45 там пропитана вы выбрали мне тут солидарную ответ что я не знаю я вот я вот вы их не знаете вы явно не знаете я юристом работы в банке а выгодно вряд ли вы юрист но ваши сомнения понимаете ничего не изменят можете сомневаться сколько угодно я последнее него я платы пинт я даже уверен что вы не работе банка на 100 процентов вы на не можете быть уверен никак 90 потому что вы не про но вы не проверяли как вы можете быть уверен на 99 процент я могу проверить но вот так ну как обратиться в банк или позвонить банк обратить звонили ли вам из банка только с темы общались вы я сегодня все утро думаю почему вы мне не звоните почему не звоните а я вот хотел с вами поговорить ну вот мы позвонили давайте говорили дело дал а ну как только сообщили что долг да да нет задолго но а из-за него неделю звонят я радостно отвечал ну да и трубочку бросали радостно и так и вижу как вы радостно разговаривать к не бросал трубочку каждый раз бросали не отмазывать такого такого нет но вчера вам звонили даже вчера звонили до и рада первые по дня звонили в бросили трубку время разговора да нет а вы не захотели мы трубочки не бросают да ладно что да ладно да вы что уходите от разговора вечно бросайте трубочка ухожу от разговора потому что на еще плюс не признались сотруднику что вы уконяетесь от оплаты вы его ранее всего с вами разговаривать вы понимаете того чтобы избежать последствий ну или брал когда супруга брала но не все выплатил я не брал я супруга ваши права я не все выплатил супруга ваша права супруга брала правильно ну а вы как супруг не спите солидарно ответственность по кредитам что да нет но что вы торгуетесь я не понимаю но мы не на рынке с вами чтобы торговать я вам говорю о последствиях вы мне начинаете да не да нет а давайте как на рынке но зачем как на рынке о чем мы говорим я говорю о том что долг необходимо закрыть срок которые поставил банк или вы отказываетесь вы отказываетесь отгрызывать я на основании чего отказывать я почувствовал просто отказываюсь основание на что значит просто отказываюсь это как понять просто то есть безосновательно основание говорю отказываюсь на вам пусть на какие основания для отказа объясните просто отказываюсь не хочу но так это не основание не права не не хочу это не основание основания не хоть нет основания ну скажите мне я может вам не еще рассказывать основания какая разница согласно вы или нет я вам говорю долг нужно закрывать вы его будете возвращать подозревали либо принудительно а отказа это понимаете я горит долг так или иначе возвращать придется и вам и вашей супруге вы на трибуна бровольно не у уже понимаете мы вернемся суд суд да так чего вы не идете в суд а зачем не идти в суд но как вы же хотите в суд да я хочу в суд я хочу но так и пожалуйста чего чего не обратились за Василию на говорю сколько брала какой она брала выплатила из них 130 какие какие же проценты у вас смотрите вы сами сказали вы сами сказали выплатила 130 то есть она даже не выплатила ту сумму которую взяла ну а почему с 50 тысяч сразу поднялась на 350 но как вам бы сказать как вам сказать так внутри творите к выставлено требование выставлено требовали его никакой вот на полное бессрочное погашение так вот смотрите кредит был оформлен на четыре года на четыре года ежемесячным платежом девять тысяч семьсот семьсот семьдесят восемь рублей торгеть объект вот теперь давайте посчитаем сколько это получается за весь период кредита 469 тысяч триста шестьдесят семь рублей я две копейки 480 ночь большие 470 тысяч получил ну вот вы говорите что супруга выплатила 130 но дали если бы она платила по графику у нее все равно осталось бы там